Велолюбители снова стали участниками ДТП. Водитель автомобиля Рено Логан сбил несовершеннолетнего велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Зернова. Ребенок пренебрег правилами дорожного движения и попытался пересечь проезжую часть, не спешившись. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения в виде растяжения связок правой стопы. Еще один сыровчанин пострадал в ДТП на прошедшей неделе. 29 сентября на перекрестке улиц Южное шоссе и Малое коммунальное водитель Тойоты Ланг Крузер не уступил дорогу автомобилю Мазда, движущемуся по главной, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомашины Мазда получил телесные повреждения в виде политравм. Был госпитализирован в термологическое отделение КБ-50. С 4 по 14 октября сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие такси. Транспортные полицейские проверят, соблюдают ли таксисты правила перевозки пассажиров. Также пройдут операции по выявлению нелегальных перевозчиков. Автомашины, на которые устанавливается нелегально-опознавательный фонарь легкого такси, либо расцветка такси. Также весь спектр нарушений при данном виде деятельности – это нарушение правил проведения предрейсовых медицинских осмотров в официальных конторах, либо предрейсовых технических осмотров. Всего за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 83 правонарушения. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.